Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 1941 год, 22 июня, 4 часа утра. Тысячи мирных жителей спали в своих домах. Они не знали, что в следующие 4 года ценой собственной жизни будут защищать родину. 80 лет прошло с того страшного дня. 80 лет назад наши прадедушки и прабабушки сказали, враг будет побежден. Они отстояли землю для нас. Ежегодная международная акция «Свеча памяти» – знак благодарности живым и скорби о погибших на войне. Ребята собираются в 3 часа ночи, выстраивают год начала Великой Отечественной войны и, соответственно, возлагают цветы и лампадки в память о погибших, о дате такой. На соборной площади у Вечного огня глава региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Юрий Голдун и волонтеры Победы. Алые гвоздики у подножия памятника. Рядом небольшие лампадки. Огонь в них, как символ памяти. Мало кому из сегодняшних подростков удалось лично пообщаться со своими прадедушками и прабабушками. Истории о подвигах им уже пересказывали их родители. Важно, чтобы наше поколение понимало, кто подарил им мирную жизнь. Это было очень страшное время. Прошло 80 лет и я очень рад, что все отлично сейчас у нас. Сегодня мы в День памяти и скорби зажигаем эту свечу памяти и совершаем велопробег до границ с Украиной. Поэтому велосипедистам мы желаем помощи Божьей, чтобы действительно этот памятный огонь вы доставили и передали нашим собратьям. Помощи Божьей вам. Храни вас Господь. Аккуратненько. С Богом. Божье благословение вам. Вы знаете, словами сложно передать данные эмоции. Это большая гордость для меня участвовать в данном велоэтапе, нести этот огонь. Это большая честь для нашей области, для нашей команды. Акция, посвященная Дню памяти и скорби, проходит в Белгородской области уже 6 лет. 22 июня ровно в 4 утра волонтеры Победы выходят к мемориалам, чтобы почтить память героев. Марина Должикова, Николай Русанов, Белгород Медиа.